всем привет меня зовут оля северной каролины вы помните сегодня я нахожусь в волмарте волмарт это большой большой супермаркет это сеть супермаркетов ну типа ашан не знаю они находятся по всей америке наверное и канаде по-моему в других странах они не существуют как-то гуглили только в америке и в канаде но это видео не про шопинг это видео про устройство на работу я сейчас работаю в волмарте я расскажу о зарплатах как и устроилась на работу какие бонусы для тех кто уже нанят и вообще чем хороша работа плохая и все остальное а и до того как вы начали смотреть ставьте лайки подписывайтесь отправляйте друзьям если вы уже ходили по моему каналу то вы знаете что здесь гастония мы уже полтора года за эти полтора года я успела поработать на заводе на упаковке так на нас я успела поработать на заводе на упаковке работая находила через сайт индит я рассказывала как я это делала как подавала заявки потом я также через индит нашла позицию в детском саду там же поработала даже четыре месяца и после этого начала искать работу где-нибудь еще и устроилась в волмарт сейчас я расскажу там как я устраивалась на работу волмарт и можно эту же схему применить для устройства на работу в похожие магазины например вот позади меня другой сетевой магазин еды фудлайн до фудлайн и например там может быть general store там что-нибудь five dollars games любой идея какова заходим в наш любимый google maps они мне скоро уже приплачивать наверно будут за рекламу открываем google maps там вбиваем stores либо retail stores ними они на карте вас тут же все высвечиваются чаще всего магазины они соединены вместе это здесь этот один единственный стоит больше никого нет но чаще всего магазинах те которые не продуктовые а все остальные соединяются вместе на одной плази на одной площади где сразу их много 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 это удобно вы можете туда подать все эти заявления было бы конечно удобно когда вы пришли туда поулыбались сказали они до job но вы это схема сейчас не работает поэтому мы идем на сайты вот вы накликали тут же выходите на какой-нибудь сайт например тот же волна заходите уходите вниз 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 странички обычно они все прячутся внизу и там находите строчку карьер с карьера с нами либо job work with us работай с нами ну что-то такой текст и так вот мы рассмотрим например волмарта мы зашли на сайт walmart.com там пролистали в самый низ страницы нашли ссылочку карьер карьеры кликаем туда переходим на опять следующий сайт где у них все как раз для работников потенциальных либо работающих там выбираем уже местность где вы хотите искать работу там можно вбить просто индекс приблизительно не обязательно именно свой адрес сбивать можно просто название города вбить но по индексу будет логичнее потому что иногда в районе одного индекса вас будет несколько магазинов может быть ближе а в районе если у вас большой город то может быть какие-то магазины будут слишком далеко для вас чтобы ездить туда работать может быть вам так это пойдет может быть так будет даже проще найти работу потому что может быть ваш ближайший волмарт никто сейчас не требуется а вот в тот куда-то подальше они нанимают а потом уже когда вы научитесь когда все устроитесь может быть потом переведетесь в этот walmart потому что переводы между магазином у них тоже осуществляется бывает такое случается как же я подавалась куда подавалась в доллар 3 по-моему или дженерал дорогу в общем магазин где типа все по доллару у них также на сайте на магазине везде висит хайринг хайринг и нанимаем нанимаем но подходишь туда просишь менеджер они говорят все через веб-сайт отлично при этом с волна там сейчас проблема потому что но в резюме рассматриваться надо очень долго поэтому им неплохая идея подойти туда в волна и спросить кого-нибудь канетов ту и чар можно мне поговорить с и чаром или канет октой хайринг спешилась там к тому человеку который вот нанимает потому что сейчас у нас очень много новеньких пошло потому что а и вот тут сейчас плюсы и минусы работы в волмарте среди плюсов то что работа не не сложная ну как не сложно по сравнению с допустим детским садом это трындец какая несложная по сравнению с заводом тоже по-моему полегче даже чем было и и наблюдая за работниками в тех же гейбс и других ритейл сторис с мужу не так вот входит вот так на расслабоне чем мне нравится работать в волмарте плюс то что это большая корпорация и они у них очень хорошая забота о своих работниках даже когда проходила обучение там на компьютере там много тестов надо пройти там прочитать что-то там читаете ты потом кликайте кликайте ответы называется обжена там допустим что же мы там такое проходили то как действовать если кто-то там с ружьем начинает бегать по магазину к что делать если у вас у вас ограбление на кассе но у меня по кассе и потому что работа на карь кассирам если у вас плохо с английским языком это кстати тоже хорошая работа я как-то мне попадалось видео девочки которая работала также или работает сейчас магазине по моему тиджей макс и вот у нее был базовый английский язык то есть ничего много вы о себе рассказать не можете но чего-то можете немножко так и в общем так и пока вы там развешиваете на плечики одежду вы особо не разговариваете ну к вам может подойти клиент они вот как раз могут спросить там в реке на и файн санты и вот тут вы преодолевая свой страх испуг потея теряя вес понемножку уже начнете понемножку говорить вы будете разговаривать там с другими коллегами которых же ряда потому что пера прозового и фрон всегда вы услышите небольшие предложения откуда вы как долго вы здесь простые предложения сначала вы начнете с них потом беседа будут затягиваться затягиваться и постепенно постепенно этого ваша языковая практика бесплатно и вам за нее еще платят поэтому вот это место хорошая для начала вот для того особенно если у вас не очень не на кассу на кассу там язык нужен точно потому что он меня проверяли по математике потом мне надо было знать все купюры как 100 как потом но все равно на кассе много разговоров там надо разговаривать тем более там надо объяснять клиентам как оплата не проходит потому что там разные при варианты платежей мы принимаем чеки мы принимаем gift cards когда человек пытается активировать я должна понять что он не говорит я должна отреагировать то есть на кассу надо с хорошим уровнем языка идти а вот там где по магазину на среднее звено поэтому когда вы ищите работу вы не вбиваете название работы выбиваете только индекс и ищет считаете все описание всего на всего принципе можно кликнуть несколько вакансий сразу и и плавится на сразу несколько на что-нибудь да выстрелить и как я уже сразу сказала и туда подъехать еще и поговорить что я уже отправила резюме кстати резюме вот нужно в этот момент можно быть с собой принести резюме обязательно ваш телефонный номер ваш email как с вами связаться и все вперед поехали ну хорошо как устроиться мы разобрались так через сайт и ходим ножками и то и другое надо пробивать все варианты потому что просто через а я буду подалась вообще ноль реакции в этом году я подалась и буквально через по моему неделю вот уже не помню я феврале начала я плавится середине февраля мне но я просто подавала заявки во много много-много-много мест в какой-то момент я тоже и волмар думаю а поеду уже и волмар тоже плюнули зиме и потом мне позвонили в воскресенье вечером воскресенье в 5 часов вечера мне такой звонок неизвестный номер я ответила я на все отвечаю на все даже там где написано потенциал спам я отвечаю на все особенно тогда когда я разослала резюме мне неважно пускай это будет потенциал спам я поговорю потренируюсь говорить и в это время мне позвонил как раз менеджер он сказал вот у нас ваше резюме мы хотели бы с вами побеседовать я говорю я кинка айкин там на ум я могу прям сейчас подъехать как проходил мое как проходило мое интервью джоп интервью мы буквально стиль вот так вот на лавочке и там волмар даже никто не в кабинет отдельный меня собеседовал товарищ который прям непосредственно тим лид не и чарь и даже не видела и чара я разговаривала с моим тим лидом и он меня просто просил канительный балки селф и все но я там ему протарахтел это сколько-то о том что мы недавно приехали что я тут уже год что вот я работала раньше тут же рассказала о том что я работал уже когда-то там на кассе что у меня был опыт работы я когда в студенчестве работала когда-то вот рассказал о том что сейчас я рад тот момент я работал детском саду я рассказал что он сейчас и в детском суду но я не могу уже handle this job выдерживать эту работу потому что очень много больных детей и i'm always sick я все время больна и ну в общем то почему бы я часто задают вопрос do you have reliable transportation если у вас надежный транспорт ну потому что часто люди просто срываются теряет работу из-за того что у них сломалась машина поэтому к такому вопросу можно сразу подготовиться что да у меня допустим есть машина да у меня есть муж который меня может подвести случай чего и если уж совсем крайний случай вы знаете можно тут же подсказать что я использую удара если у меня какие-то проблемы и все вы показываете тем что вы готовы справиться ситуации вы не будете прогуливать работу потому что вот они ищут людей которые не прогуливают допустим на первом заводе где я работала там было сколько у нас 10 баллов штрафных можно было набрать в один балл за один прогул один прогул штраф штрафный балл еще 10 набрали все вы уволены без объяснения причин вот так вот поэтому люди просто так исчезали после 8 прогулов люди же понимают что окей мне еще два прогула и надо уже искать новую работу поэтому показать что вы ответственный человек и о том что у вас предыдущая работа не потерялась за месяц-два-три а что вы работали нас в предыдущем месте работы много лет это неплохой знак поэтому можете это подготовить к своему рассказывать себе что вот я работал там-то на 7 лет опять же конечно лучше подобрать какие-то истории похожие как я не знаю рассказы о том что вы были директором предприятия сейчас вы вдруг решили работать полность кстати если вы хотите переехать в америку и вы не хоть вот нет у вас желания как мы начинать вот с нуля вот это все а вы готовы начинать свой бизнес допустим то у вас в принципе есть такая возможность можно переезжать не вот по и визе битре как мы на on skill board а можно переезжать как-то с помощью построения своего бизнеса здесь я подробности к сожалению не знаю но если вам эта тема интересна если вы хотели бы переехать в америку получить green card и под как-то строить свой бизнес здесь напишите мне я вам дам контакты есть ребята которые помогают оформлять документы для тех кто хочет переехать вот с бизнес намерениями либо другие способы переезда пишите telegram есть в описании моего канала и я напишу вот тут вот внизу в описании к этому видео теперь перейдем к плюсам почему мне нравится чем вообще хороша работа волмарте и о минусах моих допустим предыдущих мест обитания работы когда я говорю волмарте я могу подразумевать даже наверное любой сетевой магазин потому что я предполагаю что общая политика скорее всего будет схожие по найму по условиям то что как вы знаете у нас люди цепляются за работу и держатся на и долго не из-за того что там хорошую труда и они так прям любят эту компанию а потому что на работе предоставляются хорошие бонусы бонусы могут быть как хорошая страховка как пенсионные отпускные и в принципе соблюдение условий труда безопасности условий труда тоже как вариант и так что у нас есть что у меня получилось волмарте моя зарплата минимальная практически 15 долларов в час я знаю что ниже только в ресторанах дают там 12 долларов в час ну там как бы типа как бы чаевые не знаю не работала не собираюсь и все переработки в волмарте нет то есть до этого я работал на заводе у меня тоже было около 15 14 50 но там у меня была возможность получить over time то есть отработать больше 40 часов неделю и я за эти те часы когда у меня больше 40 в неделю получала уже по 21 доллару поэтому у меня прошлом году получилось неплохо так заработать накопить денег в этом году с минималочка и я что-то как-то не накапливаю ничего нам хватает на жизнь все нормально но копить уже с этими условиями не получается что у нас получается то есть волмарт и другие магазины они стараются не давать вам over time потому что им это не выгодно естественно и у меня по часам выходит одну неделю у меня и допустим часов 40 работы вторую неделю у меня так 32 36 часов они так перестраховываются чтобы я уж наверняка не набрала полного количества часов и вот не было переработки и все работники также может быть over time будет они говорят на крисмас на крисмас у меня вот тут хоть съешьте я не пойду работать на крисмас нужно это сумасшедшее время у нас сейчас проходил father's day до этого еще был какой-то там праздник люди просто толпами идут магазин они просто идут толпами и бесконечно и бесконечно и бесконечно они покупают что-то подарки еду мясо неизвестно что все на свете такой в чем еще плюсы работы вот в таких сетевых магазинах у нас есть 401 план 401 к называется в америке это как раз план пенсионный если вы слышали о как называется инвестициях вложения вот этим market share market когда люди покупают акции в америке вот этот рынок акций как раз строится не строится сейчас я хорошо сфразирую то есть когда люди устраиваются вот этот пенсионные накопления они как делают как раз с помощью программы 401 когда они покупают акции вот она по-разному устроена где-то я знаю что в каких-то компаниях вы сами можете выбирать что вы там хотите купить по моему в основном это автоматически из плюсов что смотрите допустим у меня зарплата вам условно говоря 1000 долларов в две недели тоже получаю я западу 22 викли и вот какую-то часть этой зарплаты я хочу отложить вот туда на 401 к и из плюсов идет что мне работодатель еще подплачивать то есть я допустим какую-то базовую сумму могу внести туда ну допустим и там пять процентов своей зарплаты отложу на это дело а потом хочу дал добавить еще что-нибудь там еще 200 долларов и 200 долларов докинуть туда же купить еще какие-нибудь акции дополнительно и мне работодатель еще от себя подарить на эту же сумму еще акции и не знаю доступно я сказал или нет из получается мне вот фактически многие работодатели так делают этот корпоративный большие корпорации и из плюсов получается что это сумма которую я сейчас не подаю в налоги допустим я вот плачу как раз получаю 1000 долларов зарплаты условно говоря и я с этого тысячи сколько-то там плачу сейчас не помню сколько но сколько-то допустим я заплатил налогов но если я покупаю что-то там вот эти на 401k вот эти деньги уходят туда они пока что не подвергаются налогом а налоги я уже заплачу сумму допустим вот вот меньше там 800 долларов я допустим 200 потратила на эти акции а 800 мне осталось в 800 я получила на руки и вот с 800 я плачу налог а тех которые у меня на акции будет я видимо буду когда-нибудь потом платить я вот эта вещь пока не разбиралась фактом все это работает с акциями все такое тут это уже не столь суть важно это проблема будущего мы решаем проблемы по мере их поступления переходим к следующему плюсу следующий плюс который я считаю хороший это страховка медицинское здоровье допустим мы покупали до этого страховку на marketplace и там я платила сколько же я платила что-то около 120 долларов за нас двоих дети у нас идут по программе medicaid потому что потому что они почему бы нет они бесплатно здравоохраняются а на себя с мужем я платила что-то около 120 140 это минимальный пакет где практически все мы будем оплачивать сами но там что-то там на случай каких-то там чрезвычайных ситуаций она бы нам прошло потом мне еще на предыдущем месте работы когда работала садике мне предложили у меня там была какая-то интересная страховка именно на случай emergency situations то есть никогда я вот хочу по докторам ходить регулярно а вот именно если я буду катиться на велосипедке и ножку сломаю и в таком случае у меня там вот какой-то другой план страховой что-то я платил около 15 долларов на себя это не помню меня там семья подключалась или нет сейчас я уже отработала волмарте больше 60 дней мне пришло письмо о том что все поздравляем вас у вас открыто окно сейчас не забудьте быстренько обратитесь кстати да то есть когда такое письмо приходит у нас по моему есть течение месяца надо это все быстренько оформить потому что потом окно вот этого найма она закроется потому что потому что да мы можем поменять страховку случае когда вы поменяли работу и в течение трех месяцев после смены работы ну то получается вот 60 дней и до 90 дней я должна была все успеть оформить хотя когда я работала на заводе у меня этого всего не было они мне так и не предложили не страховку ничего поэтому это был большой минус вот этого завода потому что они никаких условий труда и повышенно комфортно в нам не предлагали и какие еще есть повышенные условия отпуск оплачиваемый ведь мы знаем что у нас оплата труда почасовая 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 сколько отработал столько получил я так уже давно поэтому по этой схеме работой поэтому мне привычно сколько получалось за уроки сколько уроков я провела столько уроков не оплатили хотя мне были еще и сверху бонусы одни от не сверкаемся сейчас я в волне также допустим 40 часов отработала 40 часов получила зарплата но при этом у меня уже давно как только начала работать начала начали накапливаться ппо часы и 5 а вот они как-то называется то есть какие-то часы когда я могу взять отгул либо там на час на два на три там если мне надо отлучиться или поздать какие-то из них оплачиваемые какие-то из них не оплачиваемые но у меня там пока что накапливаются неоплачиваемые то есть я могу взять отгул там на 10 часов у меня накопилось и то есть не получаю штрафных баллов ничего заранее потому что когда мы работали на заводе у нас там это распространенная практика если вы прогуливаете какой-то день даже если вы предупредили заранее если у вас вот эти часы по опыту и закончились то допустим у меня там было допустим 12 я прогулял один день не пришла 12 часов и потом следующий раз опять я хочу прогулять а у меня этих часов уже нет и тогда мне будет штрафной балл и обычно после 10 баллов когда вы их набираете 10 штрафных баллов вас увольняют вот так я не уточнял волнасти такая же схема или нет но я подозреваю что да такая же что-то фонарь выключился то есть система отпусков отпуска есть оплачиваемые но надо на них как раз таки отработать то есть после того как вы отработаете год на какую-то компанию у вас уже точно будет оплачиваемый отпуск еще один обязательный бонус работы в супермаркетах в в принципе в сетевых маркетах магазинах это скидка я об этом услышала первый раз когда в шум году ездил на машине и там как раз перед крисмас перед рождеством перед рождеством на радио обсуждали что полот сейчас самое время идти устраиваться работать свой любимый магазин чтобы как раз получить вот эту скидку дискаунт и иметь возможность как раз закупиться на подарками на весь следующий год насчет скидки в волмарте я бы не сказала что она огромная мне уже пришло как раз вот письмо у меня будет 10 процентов скидка на продюс то есть на фрукты овощи и на что-то там еще на что-то у них плавающая скидка там на 1 2 3 процента на самом деле хотя в других магазинах я знаю что тот же тиджей макс дает своим работникам скидку там до 30 процентов поэтому вы можете уже покупать одежду и все другие принадлежности что они там продают с приятным бонусом надеюсь было интересно полезно я кстати нахожусь возле botanic garden это будет мое следующее видео узнаете что там внутри ай да если вы еще не подписались на канал подписывайтесь поставьте лайк можете написать вопросы комментариях и удачного дня пока пока